Первый рейс Киев-Донецк украинского экспресса. Сегодня на поезде Hyundai прокатили журналистов. Удобство корейского состава проверяла и наш корреспондент Ольга Соломяна. В 6 утра корейский поезд под названием Украинский экспресс подают на платформу киевского вокзала. Один из вагонов первого класса занимают журналисты. Комфортабельность состава они начинают проверять с туалета. В кранах есть вода, мыло и сушка для рук. В соседнем вагоне что-то оживленно обсуждают бортинженеры компании Hyundai. Как рассказал замдиректора Украинский, переполох среди корейцев вызвал сбой электроники, который произошел через 5 минут после отправления экспресса. Это нормальный естественный процесс. Может быть их было бы гораздо меньше, если бы мы получили эти составы чуть раньше. Не успели обкатать и поэтому новые поезда корейцы будут контролировать до конца Еврочемпионата. Пассажиры никаких капризов электроники не ощутили. В бизнес-классе спокойно работают на ноутбуках, есть интернет. Киевлянин Юрий часто бывает в командировках и экспрессом доволен. Насыщение технологиями, техникой, которые здесь можно увидеть, там отображение той же скорости на экране монитора, удобство, я уже попробовал, как раскладывается сидение, просто замечательно. Наталья за комфортный переезд во втором классе заплатила 350 гривен и не пожалела. Она возвращается домой в Донецк с 7-месячной дочкой. Ни жарко, ни душно, кондиционер, то есть в принципе нормально, я считаю. Цены на билет смогут снизиться после Еврочемпионата, если министры между собой договорятся. За счет уменьшения налоговой нагрузки, если нам удастся снять ПДВ, то на 16% будет уменьшена стоимость пилета. Бар один на весь экспресс. Меню разнообразное, цены разные. Здесь есть фруктовые нарезочки, мясные ассорти, рыбные. В 12.45 скоростной поезд Киев-Донецк прибыл ровно по расписанию. 747 километров он преодолел за 6 часов 40 минут. А вот лично испытать шустрого корейца решились немногие. В вагонах сейчас 120 человек. Это всего лишь пятая часть вместительности состава. Тем не менее, в УКР залезницы уверяют, на время проведения матча Евро-2012 продано уже более 5000 билетов. Донецк встречает столичных гостей красной дорожкой и оркестром. Первый рейс пассажиры признали успешным. Ольга Сламяна, Николай Добрянский, телеканал Донбасс.